Флешмоб грамотности шагает по стороне. Акция «Тотальный диктант» захватывает города. Незнакомые люди собираются в одно время, в одном месте и пишут под диктовку. О подготовке к проверке знаний в Рязани Вячеслав Астафьев. Первыми в Рязани решили поддержать общероссийскую акцию «Тотальный диктант» студенты отделения журналистики Рязанского госуниверситета. Словесность профилирующей направлении в обучении журналисты обязаны грамотно писать, считают будущие акулы-пера. И писать диктанты – их любимое, а главное – полезное занятие. Наш преподаватель Галина Аркадьевна Тихомирова нам дает очень сложные диктанты, в которых можно допустить очень много ошибок. 15, 20, ну кто-то 5 допускает, кто-то 1. Просто когда ты анализируешь потом свои ошибки, ты думаешь, как же я так мог написать? И автоматически твоя внимательность включается. У кого-то есть врожденная грамотность, но все же каждый студент ищет свой путь к написанию безошибочных текстов. Одни заучивают правила, другие за поем читают классические произведения. И все единодушны в том, что диктант – хорошее средство повышения грамотности. Какой-то особой своей техники нет. Я, пожалуй, плыву по традиционному течению, и меня учит педагог. Я учусь именно, ну, диктанты, анализ ошибок. Самое эффективное, ничего в моей голове эффективнее этого я придумал, не могу представить. Девиз общероссийской акции «Тотальный диктант» – писать грамотно – это модно. В моде решили следовать и рязанцы. Акция уже проводится в 150 городах России. Автор текста этого года – Алексей Иванов. Из-под чего пера вышло нашумевшее произведение – географ Глобус Пропил. А кто будет читать диктант в Рязани, еще предстоит определить. Будет назначен пункт, куда придут люди, будет какая-то организация, будет тот, кто будет его диктовать, будет комиссия, которая будет проверять эти диктанты. А, в принципе, и сейчас каждый желающий, даже в тех городах, которые официально к этой акции не присоединились, может написать этот диктант онлайн. Организационные вопросы возьмет на себя факультет русской филологии и национальной культуры РДУ. Участвовать в написании диктанта могут все желающие. И подготовиться время еще есть. В этом году «Тотальный диктант» в России проведут 12 апреля. Вячеслав Астафьев, Станислав Вербицкий, Вести, Рязань.